Всем привет, с вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игру Legend of Grimrock, легенда о мрачном скале Ну и в прошлой части вы помните, да, на чем мы закончили? Мы закончили на том, что очень долго бегали от паучка который нас ждет в соседнем помещении и в общем-то, ничего полезного, кроме того, как ловить вот эти вот молнии, мы с вами не нашли. И почему-то эта загадка для меня оказалась достаточно сложной но при этом, на самом деле, в ней ничего такого сложного, в общем-то, и нет Правильный читер 10 тысяч говорит, что, в принципе, здесь достаточно его просто убить и все, и больше ничего делать не надо, но поясню свою мысль, что я хочу сказать Он перемещается достаточно быстро, так что в принципе, одновременно убегать от него и кастовать заклинания, ну, в общем-то, это может и получиться сейчас, после того, как я уже достаточно долго здесь побегал, но в целом, почему-то не удается избежать вот этих молний на самом деле, вот когда паук находится на в каком-то одном месте то, в общем-то, есть возможность избежать этого всего то есть он никуда не перебегает вот, и это дает возможность каким-то образом его повредить но, с другой стороны, обратите внимание то есть, на самом деле, уже больше половины магии например, половина магии израсходована, и при этом мы все еще не можем наказать его так, как мы этого бы хотели ну, вот видите, да, то есть на самом деле у меня остались уже копейки какие-то, а я все еще не могу с ним справиться вот, поэтому ну, вот видите, например, он очень быстро перемещается то есть, на самом деле, это далеко не так просто вот, можно воспользоваться, конечно вот такими вот топориками и это, может быть, и было бы обосновано но, на самом деле не совсем потом приятная вещь вас ждет что именно, я вам сейчас попытаюсь объяснить так, давайте что же сделаем вот здесь в стене есть такие вот отверстия ну, не отверстия, точнее, а как это выемки, которые позволяют попасть вот в это помещение вы поняли, да, что имеется в виду то есть, на самом деле вот сейчас, кстати говоря, если я буду здесь стоять он никуда перемещаться не будет, паук он просто будет находиться на одном и том же месте и нам ничего не мешает мне, точнее, ничего не мешает объяснить свою мысль ну, то есть, вот, на самом деле, когда я бегал я обратил внимание, что здесь вот на стене есть, скажем так, нажимной кирпичик и здесь в стене, вот его отсюда даже видно есть нажимной кирпичик и, собственно, я решил пойти по более, скажем так приятному для меня пути вот, это понажимать кирпичики открыть вот здесь вот такую вот дверь и проникнув внутрь посмотреть, что же нас там с вами ждет а ждет нас с вами там очень даже интересная и примечательная вещь но перед тем, как туда идти давайте попробуем немножко поспать вообще, конечно, на самом деле если уж откровенно, то можно было бы побить его топориками и на самом деле, может быть, так и было бы правильный но обратите внимание, что когда паук наступает на вот эти нажимные пластины попадает на них то запускаются определенные скажем так ну, молния молниеносные стрелы вот, соответственно если, например, самому потом за ним туда ходить если я вдруг его убил бы не здесь а вот где-то там дальше я тоже наступал бы на те же самые пластины и там из них вылетали бы молнии но, в принципе, вещь такая достаточно предсказуемая и можно было бы с этим справиться но, в общем-то, я вот предпочел такой вот вариант вот хотя, я говорю еще раз на самом деле, более правильно было бы поступить по-другому так, ну ладно меньше слов, больше дела, как обычно вот, и видите, мне не хватило всего лишь одного удара для того, чтобы справиться с этим ужасным паучком так, ну и что ж давайте попробуем сохраниться только сохранимся мы не на квик-сейв потому что вы, если смотрели между сериями прохождение ну, такое смешное прохождение моими четырьмя магами вот вы, наверное, поняли, да, что мне, наверное, эта тема интересна то есть я там сам для себя, наверное, побегаю не знаю, почему я его с быстрого слота не убрал но обязательно уберу так, ну и вот, что я хотел показать собственно, давайте не будем отвлекаться вот, если я наступаю вот сюда то вылетает, значит, соответственно молния вот из этого дружелюбного глазастого парня вот, если я наступаю вот сюда то, соответственно, следующее вот видите, да, то есть здесь, в принципе если, ну, так вот заплутать то можно особенно, если касается меня то я-то точно уже заплутал бы очень давно и попал бы на эти молнии вот, ну и что ж давайте пойдем дальше вот эта вот очень интересная часть так, ну и что здесь написано значит, убежище собственно, хранилище можно даже, ну, как бы даже так назвать и здесь есть определенное предостережение грабителям так, ну и что же могу вам сказать, что здесь я тоже уже побегал предварительно перед тем, как записывать серию и могу вам сказать точно что вот этот меч, который лежит на постаменте он очень и очень крутой ну, мне кажется, он нисколько не круче вот этого они примерно одинаковые за исключением того, что вот допустим, если мы посмотрим на характеристики то увидим, что меч Nexa у него есть такое классное качество как, например, точность плюс 10 а я этим пожертвовать никак не могу это действительно меч очень крутой но при этом и вот этот меч тоже очень неплохой вот что я могу предложить то, что однозначно вот Fireblade он, конечно, тоже неплохой надо сюда что-то взамен положить то есть здесь нужно вспомнить Индиану Джонса потому что если вы возьмете этот меч просто с постамента то решетка за вами закроется и этот момент я тоже испытал на себе интересный достаточно момент так ну и что же давайте попробуем что сделать во-первых здесь есть такой небольшой секретик вот он то есть если нажать на нажимной кирпичик то мы, пожалуйста, попадаем с вами в очередной секретик и берем вот такую замечательную такого замечательного золотого дракончика фигурка золотого дракона в руках она ну от нее исходит тепло вот и соответственно может быть она зачарована так и я хотел проверить здесь один такой момент который я не проверял тогда, когда бегал между сериями записывал ну не записывал а просто пытался понять что же здесь нужно сделать вот может быть нам нужно фигурку поставить вместо меча на самом-то деле может быть здесь что-то еще откроется но на самом деле это я сейчас делаю наобум давайте попробуем сохраниться так да вот сюда и соответственно попробуем поставить фигурку дракона сюда вместо меча ну вот обратите внимание то есть если сравнивать то здесь значит требуется мечи 15 сила атаки 27 и скорость 12 в то время как здесь сила атаки 24 скорость 13 то есть здесь скорость повыше но сила атаки пониже но при этом точность плюс 10 это однозначно более интересное решение ну не знаю не знаю я вот честно говоря не решился его выкидывать мне честно говоря было его очень жаль вот поэтому может быть на самом деле я что-то другое какое-то другое решение придумаю давайте что сделаем давайте наверное посмотрим во-первых может быть тот хочет покушать да нет я знаете с такой определенной периодичностью всех кормлю завидной достаточно вот я бы наверное все-таки пойнти шуз убрал бы и наверное даже не знаю меч ассасина точнее кинжал ассасина честно говоря не знаю вот вот классный меч вообще на самом деле точнее классный кинжал но так даже не знаю я который раз нахожусь сейчас на перепутье вот и поэтому мне тяжело решить что же все-таки выкинуть что оставить здесь в принципе достаточное количество еды но если сейчас я отдам меч да соответственно халк будет перегружен мне кажется пора принять решение определенное давайте все-таки избавимся от фаерблейда потому что даже если несмотря на то что мы вдруг его снова оживим сила атаки у него недостаточно для того чтобы принять решение в его пользу так ну и что же несмотря ни на что мы по прежнему перегружены так давайте блюбери что ли съедим несмотря на то что нам это не помогло в общем то даже не знаю даже не знаю так давайте все-таки что-то будем выкидывать ну да например стрелу и например неужели мне еду придется выкинуть это просто невероятно первый раз за все время я хочу прибегнуть к этому способу так ну фростболт допустим можно тоже выкинуть я его в общем то выучил поясный болт наверное пока оставим свиток невидимости ну пока оставим да мало ли что поясом шилд тоже пока оставим так ну и что же значит нож ну нож надо выкинуть на самом деле он нам не нужен совершенно так ну и давайте значит кого тут нужно освободить так и это не помогло к сожалению он просто очень много весит этот дизмантлер этот разрушитель несмотря ни на что как бы я его никому в принципе отдать не могу так ну ладно я предлагаю его просто выкинуть на самом деле ведь я бьюсь постоянно вот этим мечом зачем я буду с собой таскать еще дополнительные мечи надо было давно уже и фаерблэйд выкинуть честно говоря но почему-то я вот не решался это сделать так ну и что же значит не сработала наша идея по поводу того чтобы может быть эта фигурка что-то бы значила но почему-то не получилось это сделать вот и кому интересно если например вы вдруг не возьмете точнее не положите сюда что-то взамен то вот эти вот замечательные дружелюбные парни начинают стреляться молниями и за буквально две секунды они выносят все ваше здоровье так ну ладно давайте не будем задерживаться давайте все-таки двигаться дальше потому что я решил здесь еще одну загадку решил наверное разрешить еще одну загадку так секундочку так да совершенно верно нужно двигаться вот сюда что это за загадка в прошлый раз я ее пропустил как-то прошел мимо нее и по-моему это было не совсем правильно что я имею ввиду по-моему если я не ошибаюсь вот здесь есть нажимные пластины которые я в прошлой части в прошлой серии не нажал и это не есть хорошо так уйдем от очередной молнии снова уйдем от очередной молнии ну и здесь нам не удастся ее избежать так я по-моему пришел туда куда хотел нет нет так вот сюда я хотел прийти вот ну если вы помните здесь есть вот такие нажимные пластины я собственно не воспользовался совершенно их возможностями сейчас я продемонстрирую что же за ними спрятано так отлично ну и все открывается вот такой тайничок и он причем такой достаточно неплохой я очень долго долго если помните значит жаловался на то что нет нормальных перчаток и вот пожалуйста мои молитвы видимо были услышаны есть вот такие классные перчатки весит они 3 килограмма но при этом у них защита плюс 12 то есть это очень много по сравнению с тем что сейчас обычные кожаные перчатки плюс 2 поэтому я предлагаю их отдать тому кто в них нуждается ну и соответственно вооружить плейт наверное пластинчатые да пластинчатые наручи отдать их халку и при этом уровень защиты у него становится 53 самый лучший уровень защиты чем у кого бы то ни было вот и есть еще вот такие замечательные сапожки пластинчатые тоже но вы знаете в них я особенного смысла не вижу потому что во первых у меня не прокачано умение тяжелой брони у биовульфа и при этом при весе в 5 килограмм защиту у этих пластинчатых ботинок всего лишь плюс 12 при этом вес 3 килограмма у хитиновой брони и защита плюс 9 при этом у меня совершенно не прокачана тяжелая броня поэтому носить вот с собой вот эти вещи я не вижу необходимости поэтому эти ботиночки я пожалуй оставлю здесь так ну и вот вроде бы все что я хотел здесь сделать если я не ошибаюсь вроде бы больше никаких моментов я здесь не забыл ну да совершенно верно за исключением конечно того что вот допустим в соседней комнате когда я тут между сериями бегал а именно вот здесь да вот здесь здесь явно слышен топот топот толстолобика минотавра но при этом я потратил наверное час или полтора в поисках что же здесь может быть за стеной наверное на самом деле сюда я просто упаду точнее должен был упасть откуда-то с другого уровня но я тоже посмотрел нигде никаких моментов не нашел поэтому видимо этот момент останется для меня непройденным я честно говоря умаялся бегать и искать я и вот здесь смотрел может быть есть какие-то потайные ходы ну друзья если я что-то не заметил подскажите мне потому что этот момент мне так и придется видимо оставить без прохождения так ну и что же я предлагаю все-таки покинуть это заведение так ну и в этот раз мы пройдем более грамотно да совершенно верно так отлично ну и что ж больше на этом уровне нас с вами ничто не держит поэтому я все-таки предлагаю спускаться на уровень 9 я так и не смог понять каким образом открыть вот эту дверь так давайте сейчас я дойду и покажу что это за дверь ну вы наверное помните вот то есть эта дверь тоже оказалась для меня неприподъемной не знаю почему вполне вероятно я сюда еще вернусь так же как я и обещал вернуться в общем-то на испытание бойца его я в любом случае ну через две возможно три серии обязательно пройду вот вот эта дверь я так и не смог найти от нее ключа тот витиеватый ключ который у меня есть в запасе я честно говоря так и не нашел для него двери вполне вероятно что она ждет меня внизу но где именно внизу пока не ясно так ну что ж давайте спускаться так и вот здесь тоже я слышу за стеной где-то летают теплые парни которые ждут меня чтобы заключить свои теплые объятия горячие я бы даже сказал вот и мы с вами вплотную подходим теперь наконец-то к той загадке которую я очень-очень хотел разрешить но так пока я не смог понять как это сделать я надеюсь что в следующей серии все-таки на меня с ней зайдет озарение прошу не подсказывать друзья потому что я перепробовал здесь просто уйму решений я обязательно в следующей части может быть завтра скорее всего я вам расскажу о том какие же безумные идеи меня посещали вот ну серия получилась как обычно опять короткой просто решил вас не оставлять сегодня без видео я надеюсь что вы это цените вот поэтому что ж с вами был добрый Макс если вам нравится прохождение ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте всем спасибо за просмотр всем пока пока